Друзья, всем привет! Сегодня хорошая новость. Речь пойдет о неразвучниках. Буду делиться с вами своей хорошей новостью. Итак, кто знает, кто не знает, кратенько введу в курс дела. Есть у меня вот такая вот стайка, маленькая стайка неразвучников, которая состоит из трех пар. Как раз они сейчас сидят, очень так, ну по парам и сидят. Смотрите. Вот в верхнем правом углу, вы видите, фишер сидит и синий масковый. Это вот одна пара споровались. Потом правее сидит вот фишер апельсиновая голова, голова у него такая, как апельсина. Он споровался с вот этим масковым, зеленым масковым. А вот там сидят, вон обычный фишер сидит, стандартный, у стеночки. А рядышком с ним сидит бело-голубой фишер. Вот эта пара, они, не знаю, то ли две самки, но вот этот бело-голубой, он шел как бы за самочку. А тот, я сейчас не знаю, кто будет. Вон он. Возможно, там просто две самки. То есть, ну они не спорованные, потому что иногда я захожу и смотрю, вот эти парочками сидят. А те, бывает, врозь, бывает так друг от друга на расстоянии держатся. В общем, на что я обратил внимание. Вот эти вот два масковых, сейчас покажу лучше. Итак, значит, фишер и синий масковый. Я обратил внимание, что самец стал очень активно ухаживать за самкой. Проявляет ей всеразличные знаки внимания. И самое, как бы, пик, самое главное, он начал ее кормить. Вчера кормил, сегодня несколько раз за день кормил. То есть, уже это идет откровенно. Просто я краем глаза вижу, что самец начинает кормить самку. Если раньше, допустим, надо было сидеть, высматривать это время, ничего не получалось, ничего не видел. А сегодня и вчера, вот уже два дня подряд, самец без стеснения кормит самочку, ухаживает за ней. Это вот, которые вверху, фишер и масковый синий. А вот то, что ниже пара сидит, апельсиновая голова, фишер и масковый. Эта пара давно спорованная. Я ранее показывал видео, что у меня с этого вольера убежала пара неразлучников. Они прогрызли дырку, отверстие в дне и убежали. Это были вот этот с апельсиновой головой, фишер, и вот рядом с ним сидит масковый. Такая у него бледная черная шапка. Вот они именно вдвоем и убежали. И я их не мог найти в своем, как назвать, помещении. Где-то три недели я не мог их найти. Ну, непонятно, куда они делись. Улететь, в принципе, не могли, а так я их не мог обнаружить. В итоге, через три недели я обнаружил их. Они жили в гнездовом домике Карел. То есть, они подвинули Карел и там прекрасно себя чувствовали. Я их отловил, сюда, назад посадил. Так вот, по поводу, значит, этой всей компании неразлучников. Пришла весна, и я думаю, что у них что-то там сработало в организме. Они начали ухаживать. Это значит, они начали готовы к разведению. Значит, по идее, я изначально думал, что у меня будет три пары. Но сейчас, видите как, мне не приходится выбирать там, кто самец, кто самка. Вот они выбрали друг друга. Я думаю, эти две пары я оставлю, а этих, которые ведут себя непонятно как, я уберу отсюда, чтобы они не мешали. И все, буду заниматься именно с этими двумя парами. Значит, на мой небольшой вольер я собираюсь повесить домики. Поскольку у меня две пары, я могу повесить три домика, могу повесить четыре домика. Это в избежании драки, чтобы у птицы была нормальная, спокойная возможность выбрать себе домик. Значит, здесь можно повесить... Вот с этой стороны один домик, здесь второй домик. Здесь можно повесить третий домик у потолка. Здесь, видите, четыре, пять домики. Тут раньше волнистых я держал. Так вот, я здесь один домик повешу. Потом здесь один домик повешу. И здесь, наверное, повешу один домик. То есть, на две пары повешу три домика. Пускай выбирают. Почему не четыре? Ну, я все-таки делаю ставку на ихнюю доброту. То, что они уже обжились. Они здесь выросли. Я их купил, сюда привез. Они здесь познакомились, выросли. В общем, они здесь довольно долго живут. То есть, место, территория уже у них освоенная. Я думаю, особо драки не будет. Возможно, что одна парочка выберет здесь. Другая парочка выберет здесь. И будет у них прекрасно все. А этих, кто не порывался, я уберу. И, может быть, с кем-то поменяюсь. Я их потом еще прощупаю. Точно буду знать. Но вот этот светлый, вот этот светлый, что вверх у него белый, а низ голубой, это точно самочка, я помню. А фишера... Сейчас трудно сказать, кто есть, кто из фишеров, потому что я не знаю. Там, вы видите, двое фишеров. И кто там самец, кто самка, не знаю. В общем, по поводу этой всей... ... Компании, я вам, в принципе, рассказал, да? Споровались. Теперь что? Мне понадобятся домики. Сейчас я вам продемонстрирую, какие я использую домики. Потому что домиков для неразвучников довольно-таки много. Разные есть. Есть, допустим, по размеру, там, шире, уже, у кого-то выше, одна разница. А потом есть домики, двойное дно. Между двойным дном вставляют... Некоторые заводчики вставляют блюдце с водой. Кто-то кладет туда губку, тоже пропитанную водой. Ну, чтобы влажность нагнетать. Там же нужна определенная влажность. Я сейчас просто покажу, какие у меня домики, и все. А кто-то другие использует, пожалуйста. Какие лучше, какие хуже, я не знаю. Это уже вы на свое усмотрение смотрите сами. Итак, вот так перед нами домик для неразвучников. Сейчас быстренько вам сообщаю размеры. Там у меня крыша так отодвигается. Значит, смотрите. 26. Высота 20. И ширина тоже 20. То есть, 26, 20 на 20. Диаметр входа примерно 5-5,5 сантиметров. Палочка. Палочку здесь кто угодно. Какую угодно делайте. Можно даже вот здесь небольшую такую прибить. Тоже пойдет. У меня палочка 8 сантиметров. Внутри, значит, у меня что? Внутри палочки нет. То есть, неразвучник залез, прыгнул вниз и пошел. Тут недалеко. Расстояние от входа до дна где-то сантиметров 15. Ну вот, в принципе, все, да? Домик буду вешать я пустой. Абсолютно пустой. Значит, почему как пустой? Ну, потому что пустой. Я положу иву. Ива. Ивушка. Плакучая ивушка. И неразвучники. Я положу вольеры. Ветки ивы. Неразвучник начнет ее точить в такую стружку мелкую. И будет здесь сделать себе дупло. Гнездо. Вот прям будет здесь набито много. И там будет нора. И в этой норе, под этими опилками, под этой стружкой из ивы, неразвучник отложит яйца. И там будут развиваться птенцы потом. Вот так. Это такие особенности у неразвучников. Допустим, если у волнистых мы насыпаем 2-3 сантиметра стружки обыкновенных опилок. Там у карел, у розе, у какариков. То именно у неразвучников происходит так. Я ставлю пустые домики. Потом я даю ивушку. Кто-то может давать березу, вишню, черешню, яблоко. Что угодно давайте. Но по мне так лучше ива. Это можете там себе пометить. Что лучше ива. Она склонна... Она обладает такими качествами, чтобы держать в себе влагу. То есть она не пересыхает. Вот в этом как бы и фишка. Чтобы там была влажность. Неразвучникам очень обязательно поддерживать влажность. Ну а поскольку я тут... У меня, допустим, никакого второго дна нет. А единственное, у меня есть здесь небольшие отверстия для циркуляции. Потому что рядом где-то будет у меня вода стоять. И чтобы там не пересыхало, будет заходить таким образом влага. Значит, по поводу домика ясно. По размеру домика ясно. Что в домик заряжаю я, понятно. Опилки не надо. Просто ветки. В плане дезинфекции, ребятки. Я раньше не знал. Недавно узнал. Пользуюсь уже, наверное, второй или третий год дезинфекции. Сейчас я вам покажу. Есть такой препарат. Препарат. Фирму не буду показывать, чтобы не делать рекламу. Вот, пожалуйста. Препарат называется Экоцит-С. Вот крупным планом. Для дезинфекции объектов ветеринарного надзора. Для профилактики инфекционных болезней животных. То есть, этот препарат – комплексное дезинфекцирующее средство. Этот препарат очень хорошо дезинфицирует от грибков. То есть, после обработки этим препаратом домиков, вот здесь вот бывает, там, где-то какие-то грибки нарастают, там, кал собирается. После этого препарата не бывает. Ну, не растет, по крайней мере, этот грибок. То есть, хороший препарат. Пользуйтесь, рекомендую. Каким образом это происходит? Очень просто. Берем этот препарат по инструкции. Насыпаем в воду, к примеру, в ведро. Высыпаем пакет. Размешиваем. Он хорошо растворяется. И потом полностью в это ведро опускаем домик. Он намокает все щели, везде вода заходит. Там жучки, паучки. Кстати, тоже все это уходит. Потом вы достаете из ведра с водой. Обтряхнули таким образом. Повесили его. Как носки, слушайте, на веревку. Он у вас стек, высох. Все, вот сейчас он у меня уже высох. То есть, я его помыл, почистил. Это вот въелось. Это как бы уже время. Он такой рабочий домик. Ну и все. Что касается домика, это я вам, в принципе, рассказал. Так, переходим дальше. Так, переходим дальше. К тому, что у нас есть рабочие пары, с кем мы будем работать. По поводу вольера мы определились. Вольеры можете делать на свое усмотрение. Чем больше, тем лучше. Если какие-то вопросы есть, там, маленький какой, насколько маленький. Ну, чем меньше, тем хуже. Вот из этого исходите. У меня здесь размеры, вот, от этой стороны до той стены примерно метр тридцать. Потом сюда ко мне метр. И тут у меня край скошенный. А здесь сантиметров пятьдесят. То есть, примерно полтора на полметра. И плюс здесь. Тут треугольник. Видите, как в углу получилось. То есть, та сторона метр тридцать. Эта сторона метр двадцать. Потом здесь метр. Может, меньше. И здесь пошло по диагонали вниз до пятидесяти сантиметров. Вот такой вот у меня какой-то кубик получился неправильной формы. Ну, так. Для двух пар тут шикарно, я считаю. Но можно больше. Так, с вольером определились. Вешаем домики. Тоже вешайте, как там вам заблагорассудится. Хотите отсюда, хотите подпирайте, хотите изнутри вешайте. Тоже все это непринципиально. Главное, чтобы вам было удобно наблюдать. Изнутри повесите, будет неудобно. В общем, так. Домики мы повесили. Теперь переходим к питанию. Питание не просто питание. А я бы сказал, кормление в период размножения. Вот смотрите, какие красивые неразручники. Просто очень интересно, что, какие детки у них получатся. Какие расцветки будут. Вот эти апельсиновые головы прямо мне вот на первом месте по красоте. Самые мне нравятся апельсиновые головы. Синий фиш, то есть синий масковый, ну вроде как классика. Зеленый классик. Вот этот вот белая голова, голубой низ, ну красивый, но он не яркий. А вот апельсиновая голова, это вот который сейчас третий. Вот по-моему самый шикарный. Ну это на мой взгляд. Так, по поводу кормления, питания, сейчас покажу. Так, обратите внимание, неразручников я кормлю с железной. Это железная миска, потому что пластик сгрызают. Чугунная, по-моему. Сегодня у них легкий, такой витаминный ужин. Почему легкий? Потому что здесь всего две столовые ложки. Сюда входит морковка резаная, семечки подсолнуха. Видите, какая наклевочка. Слегка пророщенные. Это не сухие, жирные, масляные семечки. Это очень важно. А размокшие, набухшие, пророщенные семечки. Кукуруза не успела прорасти, но она повышенной влажности. Также здесь есть овес, сорго, пшеница, проса, рапс. И все это дело, там некоторый рапс уже начал прорастать. Ну вот это все хорошо промывало. А чечевица еще, друзья, чечевица. Вот даже пшеница, видите, пророщенная. Ну, очень мало проросло. Ну, наклюнулась. Правильно будет сказать, наклюнулась. Не пророщенная, а наклюнулась. Вот такие две столовые ложки. Перед сном они съедят. А утром позорки. Они будут уделять друг другу внимание. При этом уже будут установлены скворечники. Видите, весь день они будут делать стройматериалы, строить гнезда. А потом отложат яйца. Ну, потом, это примерно через дней 10, я думаю, так. То есть, вот такое питание. Так, по поводу... Помимо этого, даю еще ветки. Сейчас покажу. Смотрите, вот такие ветки. Почки уже проснулись. Это у нас лыча. Знаете, такая круглая. Бывает красная, бывает желтая. Кто-то называет лыча, кто-то а-лыча. В общем, вот эти ветки лычи. Ну, это как получается дикая. Она в дикой природе, эта лыча, растет. Они ее очень хорошо любят. И она содержит много полезных витаминов, минералов и микроэлементов. Кора, вот, почки, ветки. Ну, и тут уже сокодвижение пошло. Так что попугаем будет прям все это очень полезно. И что самое главное, это, видите, все натуральное. Все натуральное есть. А когда вы даете витамины натуральные, или там микроэлементы натуральные, минералы натуральные, то усваивается это все очень хорошо. Если даете искусственные, усваивается хуже. Сейчас я покормлю при вас вот это ветки. Когда даете ветки, обращайте внимание, чтобы на ветках не было остатков испражнения диких птиц. Это самое главное, чтобы не было. А так все нормально. Ну, можно помыть водой холодной, без всяких удобрений. Итак, мы поставили им ветки. Посмотрим, сейчас будут они кушать или нет. Хотелось бы на камеру снять. Сидят, смотрят, не подходят, боятся меня. Вернее, не меня боятся, а камеры боятся. Ну, сейчас попробуем, может, получится. В общем, караулю я караулю, не получается. Попугай не голодный, сытый, сидят. И ждут, когда я удалюсь, чтобы нормально можно было покушать. Ну, в общем... Все, я думаю, понятно. Если что-то вам не понятно, напоминаю, всегда можете в комментариях написать. Что-то мне посоветовать, что-то у меня спросить. Вот такие вот у меня, значит, есть три пары неразвучников, но тех, кто не споровался, уберу. И посмотрим, что из этого выйдет. Стены побелены просто известью. Периодически пробелка проходит, как дезинфекция, и все. Ветки, кстати, друзья, поставил с акации. Есть такое дерево, акация. И этих веток хватает, в принципе, надолго, потому что раньше ставил и березу ставил, и вишню, и черешню, яблоко, грушу. Все сгрызается. А вот акация как бы твердая и держится нормально. Но при этом я даю им еще ветки. День через день ветки. Вот, видите, просто на пол кладу, и они кушают. Если ветки не давать, то тогда у них возрастает интерес к жордочкам. Ну и пол тоже грызут. Пол просто из фанеры. Теперь, значит, будет продолжение, когда у этой пары, у этой стаи появятся птенцы. Потому что, я думаю, это будет наиболее интересное, потому что, что когда они будут строить гнездо, я не считаю это особо интересным, можно сделать маленький такой фильм, пошаговый, там отснять немножко, когда они гнездо строят, потом отснять, когда у них яйца пойдут, потом отснять, когда вылопятся птенцы, и потом все это склеить, смонтировать, и уже когда птенцы будут вылетать с домиков, все это общим фильмом сделать. Можно так сделать, можно просто небольшие, вот по факту снимать, что происходит. Ну, это я уже посмотрю, как будет у меня время складываться. На этом видео подходит к концу. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До скорой встречи, друзья. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok